Наверное, надо все-таки рассказать, многие так бизнесом вплотную не занимаются, слушают предпринимательской деятельностью, но они должны знать, что на самом деле предпринимательство это некое сумасшествие, своя форма помешательства, потому что люди соединяют свои собственные мысли с миром, свои собственные желания, причем часто раздутые свои собственные амбиции, которые они хотят этими амбициями охватить мир и иногда планируют даже что-то невероятное. И это планирование окружающим часто кажется как совершенно невменяемая, ненормальная ситуация с человеком происходит. Он рассказывает о том, что он станет миллионером, на это не имея никаких обоснований, и потом еще начинает рассказывать какой-то безумный совершенно проект, который тоже вроде бы не должен осуществиться по общепринятым правилам. И на самом деле предпринимательство это всегда отклонение от нормы. И вот люди часто недопонимают, они хотят делать бизнес копируя, то есть так как все. Вот если будут люди копировать так как все делают, то у них будет очень обычный бизнес. И на самом деле самый спокойный бизнес это бизнес с деньгами. Когда у вас уже есть там миллионов 3-5, вы спокойно вкладываете куда-то, получаете через время результат. Самое главное не ошибиться с инвестицией. А вот когда на начальном этапе идет, вот человек только начинает зарабатывать деньги и строит какой-то безумный план по собственному обогащению, а по сути по отбору денег у других людей, которые еще совершенно самостоятельно, нормально должны поделиться своими собственными деньгами с этим безумным человеком, то он конечно же предлагает меру что-то необыкновенное. И это необыкновенное часто выводит его в ранг таких людей, которые ведут себя не просто необычным образом, а совсем необычным образом. И ему действительно приходится нарушать все законы. Вот на самом деле все законы до винтика ему приходится нарушать на самом первом этапе своего обогащения, пока он не получил некий стартовый капитал, который позволит ему более-менее стабилизироваться. И то любой предприниматель никогда не останавливается на этом, потому что ему всегда мало. И это тоже опять приводит к повторному сумасшествию, к повторному осуществлению какой-то безумной идеи. Просто мы когда задумываемся, вот какой образ жизни мы ведем, и я вот могу сказать, что мы ведем совершенно ненормальный, неадекватный образ жизни. Мы часто начинаем строить большие проекты, строить там большие дома, совершенно не имея в кармане денег. И именно исходя из этой необычности задачи, вот я хочу построить там гостиницу, а у тебя нет денег. А ну как, а ты хочешь построить. То есть ты должен что-то необыкновенное на это наворотить, чтобы к тебе поехали деньги. И каким-то образом тебе дали эти деньги на то, чтобы ты купил сам себе, построил гостиницу, а остальным отдал в лучшем случае деньги. Или метр. То есть получается, что люди придумывают, именно те люди, которые придумывают нечто необыкновенное, выходят за рамку и получают как раз преференции. Я иногда так вот задумываюсь, вот сами размышления того же Цукерберга, да, вот он сидит. Я хочу создать социальную сеть, которая охватит весь мир. Это полное безумие. Но сейчас мы наблюдаем, что эта социальная сеть стоит миллиарды. И что она работает, мы ею все пользуемся. Совершенно безумная мысль была у Гугла, который сказал, да мы вообще отцифруем весь мир. И будем самым большим поисковиком в мире. И в конце концов, я даже вначале не понимал, когда ребята какие-то ездили, фотографировали все здания, и они говорили, что работают с Гуглом. Я тут думал, что это тоже какой-то обман человечества. Потому что невозможно же нанять огромное количество людей по всему миру, фотографируя дома и фактически формируя новую адресную книгу. То есть мы это видели, что это осуществляется на наших глазах какими-то совершенно не пожилыми людьми, а молодыми людьми, которые поставили себе совершенно невероятную задачу. И по ходу осуществления этих задач они еще и находят деньги для того, чтобы это все осуществлять. Можно практический вопрос? Вот вы сказали, человек, который с совершенно безумной идеей, но с совершенно отсутствием денег идет и ищет возможность воплотить свою идею. Как этому человеку убедить потенциального инвестора в состоятельности своей идеи, если ее просчитать невозможно? Она новая и как бы никогда не существовала? До состояния веры. Надо доводить это все до состояния верования. То есть вот если вы можете и в состоянии заставить других людей поверить в вас, и здесь, конечно же, возникает на первый план личность, которая это осуществляет. Если, в общем-то, глаза горят, и человек уверенно рассказывает, если он об этом говорит постоянно, и постоянно ищет способы это осуществить, и самое главное, чтобы он осуществлял. Потому что если просто сказать идею, вам никто не поверит. Ее надо еще доказать, обосновать. И здесь неприменимы простые вещи, вот такие, как мне пишут иногда, вот обоснуйте свою идею осуществления. Дайте методику, дайте расчет, дайте точные установки и точные цифры, чтобы мы были уверены, что вы правильно идете. А я на это задал вопрос, а вы можете мне дать методику становления миллионера? Вот вы ничего не имеете, но через три года вы должны стать миллионером. Есть такая методика? Да если была такая методика, это был бы бестселлер. Тут есть очень много книжек, как стать миллионером. Все читают, но не становятся. Но ничего не получается, потому что самого главного не написано, что никто не знает, как стать миллионером. Никто. Даже сами миллионеры иногда просыпаются, для них чудо. То есть, о, я проснулся с миллионером, а что ты делал? Да я и сам не знаю, что делал. Бежал куда-то, что-то делал, осуществлял какой-то проект. И вот это осуществлял какой-то проект, оно до стадии верования. Вот я его сделаю. Я делаю нечто великое, нечто необыкновенное. Вот я свой собственный бизнес первый вам расскажу. Просто он возник из наблюдения. Еще бизнеса никакого не было. Это там 86-й год, еще нельзя было от них торговать. Все считалось спекуляцией. И деньги нужны всем идет. И вот я хожу, вот эту картошку обнаружил, что картошка на базаре кончилась попросту. В февраль месяц кончилась картошка. Я предположил, что в марте она будет стоить еще больше. И, соответственно, у меня был план. Надо привезти картошку и продавать. Это же так просто. А дальше, а где взять картошку? У бабушки в погребах, у селян скупите ее поехать. То есть это был на то время еще более безумный план, чем я сейчас даже думаю. Потому что за спекуляцию сажали. И я, как обычный человек, я не имел права торговать этой картошкой. На то время это был Советский Союз. Но, тем не менее, я начал это осуществлять, и оказалось все предельно просто. Просто все предельно просто. Ты просто едешь, собираешь эту картошку, находится автомобиль откуда-то, который это везет. Ты его оплачиваешь, стаскиваешь его, привозишь на базар. Оказалось, на базаре тоже есть место, где ты можешь взять весы. Я раньше этого не знал. Поставил весы, отторговал и проспал на этом базаре неделю торгую картошкой. То есть был совершенно непредсказуемый сумасшедший процесс, с сумасшедшим риском, потому что можно за спекуляцию было сесть. Но, тем не менее, он прошел без сучка и задоринки, и получились в конце деньги. И вот любой бизнес на сегодняшний день, почему выбрана такая тема, что он строится на сумасшедшей жизни. То есть на самом деле люди ведут совершенно ненормальную жизнь. И сегодня надо рассматривать еще более ненормально, потому что люди, нацеливаясь на деньги, должны совершать ненормальные поступки буквально во всем. В технологии его производства. И самое главное в понимании, что никто не поможет и никто не поможет им. Особенно нужно исключить из взаимоотношений государства. Когда возникает только товар, только услуга и только клиент, вот на этом уровне и надо работать. То есть придумывать какую-то услугу или товар для клиента, и все. И стараться ее продать. И при этом, используя сегодня невероятное количество платежных систем. То есть вот люди некоторые, а как мы будем перечислять, а как мы будем делать договор какой. Неважно, есть товар и есть простое переселение. Либо наличное, либо переселение на карточку. Сегодня все люди могут открыть карточки в разных банках и принимать туда деньги на свою фамилию США. Потому что банки не корреспондируются между собой толком. И до 10 тысяч вообще никого не видят. То есть фактически можно ввести вот открыто-закрыто свой собственный бизнес.